Привет, это Питер Паркерович, и мы продолжаем. Продолжаем спасать М.Джей. Надеюсь, у меня это получится. Пак, Пит, я спряталась у входа. Готовы действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. Держись. Успел. Фух. Хотел наверх забраться. Оп, о-во-во. На что это как-то... Я, походу, разучился наверх. А, о-во-во. Забрался. Залеченько. Спускаемся. А знаешь, что я хочу еще попробовать? Эту штучку. Типа на паутине спуститься. А все это? Максимальная высота? Ну, блин. Ладненько. Давай спускаемся тогда. И, и, и. А, блин, их тут два. Ёлки-палки. Вот это я чуть... Вот это я чуть тут не поцрался. Меня бы застукали. Как быть, как быть, как быть? Ааа... Ладно, давай-ка вначале на потолок. Ух ты, их там дофига сколько-то народ... И там, вон, пленится в зелененькое. Я, интересно, смогу перелезть вот как-то аккуратненько? Нет, не смогу. Не слишком широкая стенка, поэтому не получится. А по вентиляции как-то пробраться? Не, не получится. Значит, я их сейчас буду заманивать сюда. Вот сюда стрельнем? Давай вот сюда, вот сюда. Вот так вот. Кто-нибудь подойдет? Они вдвоем идут? Или один? Давай, нокаутируем его. Ой, 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 ой. Прячемся за ширму. А тут никого нет. Мимо пробежал. А нет, он меня впалил, кажется. Да, ты меня впалил? К ширме. К ширме, к ширме. Ух! Я обосрался. И Паркер сказал, так, тут чисто. И его пристрелили, и девчонку пристрелили. Вот это, конечно, чисто сработало. Хочешь прикол? Я появился вот здесь вот. А тут никого нету. Как так вышло-то? Я как будто уже ушатал этих двух чуваков. Ладненько, будем действовать по тишине. Через потолок, как обычно. Раз не дали такую возможность читерскую, то почему бы нет? Вот с этим сейчас разберемся. Готов. И снова на потолок. И меня там уже кто-то запалил, кажется. Кажется, меня кто-то запалил. Хопа. Нокаутировать сверху, но надо отлечь кого-нибудь. Давай отлечем вон туда вот, например. А дойди за стеночку. Один сейчас уйдет, другого нокаутируем. Угу. Чисто сработано. А теперь с тобой надо разобраться. Давай разберемся. Сладких снов. Не отпустите! Энджей. О, нормальный втащили в затылок. Стой! Ты и я! Пряжся! Чё? Пошалим, парни? Брать заложников нехорошо, ребята. Там кто-то с ружьем, по-моему. А, у них кулаки какие-то электрические. Что за светящаяся фигня у вас на руках? Вот и я про то же. Готов? С суками как-то дрался. Ну, а знаете, технически это разные вещи. Все призраки духи, но не все духи призраки. Понимаете? Я-то понимаю. Вот они говорят. Короче, он того, чувака, пушку выбить. Похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Ну и ладно. Похочешь на привидений как-нибудь потом. Не чути, получай. Кажется, с ними расправился, и теперь ты. Готов. С этими со всеми разобрался. Что это за молот Тора? Хотя там на косу больше похоже. Ну, нифига себе. По логике вещей ты тоже должен был отлететь. От такой волны. Прилепился. Кто-нибудь еще побежит ко мне? Вот так. Чьи-то здесь ножички торчат, как Торакашечка. Эй, я хотел у него забрать палку, и что-то как-то не вышло. Опа. Давай, отбирай. Мне в комментариях, кстати, прокачали, что отбирание предметов в руках это определенный уровень. О, он хотел подобрать эту палку. Это нужно прокачивать несколько уровней. Я как раз прокачал в прошлый раз автоматы и пистолеты отбирать. Еще и палки отбирать. А что ты будешь делать-то? Давай к стеночке тебя. Готов? Или с этим сейчас? Вова. И кто-то еще. А, вот ты. Дай-ка я у тебя пистолет отбирал. Угу. Ох, как хорошо вышло-то. И разбили витрину, но не экспорат. Что-то древнее. Кажется, я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. Там даже прорези для глаз нету. Как они вообще видели? В этой маске. Я говорила с Крейгом. Вы не тот репортер, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. Я этого и не говорила. Что ж, Мэри Джейн Уотсон, Дэйли Бьюгл. Вы не напишите ни строки о том, что вы видели. Вы знаете, что украли эти мужчины в масках? Это, я не... А о том, что Фиск долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. Кстати, Дэйли Бьюгл это там, где работал Питер раньше. По-моему. У Мика? Что, шести месяцев не было? Ну да, она знает, кто такой Пит. И как бы... Мне об этом тоже написали в комментариях. Питер назначил встречу МД у Мика. С каких пор Мик стал итальянцем? Без понятия. Но я рад, что он еще готовит фри. Точно. Лучшее в городе. Ну, как там работа в Бьюгл? Мм, ну... В общем, Робби только что прислал мне гневные сообщения о моей сегодняшней выходке. Похоже, меня ждет встреча с юристами. Снова. Брвалась. Как только он прочитает твою статью, он тебя повысит. Так. Жуткие парни в масках. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. А ты? Как будто за этим стоит что-то большее. Но хватит о моих делах. Как... Как твои успехи? Ты получил то повышение? Нет. Но мы подошли к чему-то серьезному. Ты ведь знаешь, что Воскорб тебя мигом возьмут? Один звонок Гарри и... Знаю, но... Доктор Октавиус может помочь миллионам. Я... Я занимаюсь тем, чем хочу. Тем, чем должен. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов. Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Ну, просто поужинать, как друзья. Друзья? Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. У нас чемодан прошлого. Да, верно. Но... Что в этом плохого? В чемодане же может быть и хорошее. Например, деньги или ключи, или клубничный бальзам. Ты помнишь, почему мы расстались? Это вопрос с подвохом, да? Спасенный сиреной. Поговорим потом. Иди. Огушайте сирены, как они не вовремя. Короче, она снова хочет с ним встречаться, но что-то как-то не выходит. Рад видеть вас снова вместе. Вы двое мне всегда нравились. Мне всегда нравится этот старичок Марвел. Это именно он написал комиксы. Про большую часть супергероев. Пойдем спасать мир, как это обычно бывает. Только я тут не слышу никаких сирен. Привет, это я. Что там с теми, кто идет по третий? Наш друг Герман Шуль снова взялся за старый. Шокер. Он же только что вышел. Ну, похоже, он не исправился. Не страшно. Герман просто тюфек. К ночи загоню его в Райкер. Я только что спас свою бывшую от преступников и поужинал с ней. А теперь я охочусь на маньяка, который бьет людей электрошоком. У тебя совершенно нормальная жизнь, Питер Паркер. Мальчик, может, тут присядем на лавочке и посидим? Хорошо. У нас, значит, там есть новые навыки. Пожалуй, мы их прокачаем. Значит, вот. Мы можем теперь выбивать и бросать автоматы. Но нужно два очка таланта. Поэтому надо что-нибудь другое прокачать. Дальность нокаута сверху. Вот. Вот это вкачаем. Отлично. По гаджетам. Надо посмотреть, все ли у меня хватает по гаджетам. Или подожди. Мне говорили в комментариях, что вот этот костюм очень крут. Из-за своей суперспособности. Прыжок в воздух и оплетение паутины всего, что окажется в поле зрения. Вот эта, короче, способность очень крутая. Давай костюм опробуем. Ух ты. Смотри на ролик, как он там всех оплетывает паучиной. В разную сторону расстреливает. Это сильно. Надо будет заценить. В основном секторе произошло ограбление. Происшествие в районе Дэвилд Шелф. То, что нужно. Опробовать свой новенький классический костюмчик. Ладно. Пойдем к ним. Питер, пожалуйста, убедись, что не оставил в лаборатории снаряжение для твоего друга. Я ничего не имею против, но если снова нагрянет комиссия по грантам... Не волнуйтесь, док. Я взял за правило ничего там не оставлять. Но я знаю, что мой друг ценит, что вы заботитесь о нем. Многие не слишком его любят. Ты про этого фигляра Джеймсона и его пастух. Я тебя умоляю. Те, кто совершит великие дела, не дают таким судам стоять у себя на пути. И мы не с ним. С вами трудно не согласиться, Дэк. Пока. Вообще не касаясь земли. Вау. Вот это да. Ты видел, что произошло сейчас? Ха-ха-ха-ха. Классная реальная способность. Вообще обалденная. Классический костюм имеет свои фишечки. Тут наркоманы. Че, попробуем, ребятки, еще разок? Давай. Опа. Как быстренько. О, вот этот, кстати, разорвал. Ты меня достал. Ты меня достал, кричит мне. Возьмем чемодан, пожалуй. Как тебе такое? Ой, он улетел из крыши. Это случайно вышло. Ну, вроде я со всеми разобрался. Люблю срывать сделки наркоторговцев. Так и крыляет. Я еще пойду, наверное, заберу свой рюкзачок. До приезда полиции. Рюкзачок сейчас заберем. И пойду сфотую достопримечательность города. Нужно набрать очивочек. О, о, о. Вот тут вот рюкзачок мой. Рюкзачочек где-то здесь был. Где-то он тут вот прям вот, вот я на нем стою. Куда ты его затолкал, Питер? Куда ты затолкал свой рюкзак? Он ниже, что ли? Так, подожди. А, да, он ниже. Настройки. Как ты очень... О, он прям внизу. Ну, нифигащий, ты его запрятал. Вот это да. В метро. Так, подожди, а куда он исчез? 10-31, повторяю. Незаконное вторжение. Нужны машины в бортзайде. Прием. Старый телефон. Ну, и теперь еще сфоткать достопримечательность. Вот эту ралету. Разогреваемый уходит на машине. Вот так вот. Отлично. Все, погнали дальше. Подтвердите. Так, у нас тут ДТП. Ух, нифига себе. Вот это ДТП-шечка. Похоже, серьезная. Люди могли пострадать. Давай-ка разгребать все это дело. Чтобы просканировать местность. Кто застрял в той машине? Оу, это сильно. Давай, поднимай ее. Ножа, Питер. Один готов. Че ты сидишь? Убегай скорее. Еще кто-то здесь есть? Вон, он в коробках застрял. Коробки надо брать. Давай, вылетай. Чуть других не зашит. Фух. А я побежал. Я на месте. Тут какая-то разруха прям капец. Здорово, Энеджайзер. Эй, Герман. Серьезно? Шокер. Старый, древний наш приятель. Давненько его не видел, не слышал. Вставайся, ты меня не поймаешь. Ты это уже говорил. Я тебе не враг, но ты меня предерпочит. Какой ты чуткий. В догонялочки играем. Блин, как он достал все взрывать-то. Зачем тебе деньги, Герман? Тебе-то что? Да, мне плевать. Просто пытаюсь поддержать разговоры. Хватит болтать. Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Души-то у тебя нет? Попался. Точно. Поговорим. Я сказал, хватит! Стал тачь! Понял. Герман, а зачем ты вообще грабишь людей? Полиция же следит за каждым твоим шагом. Да, ты туповат. Но я не знал, что ты настолько тус. Наверное, дела у тебя плохи. И значит, ты крадешь не для себя. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если не назовешь имя сам, я его из тебя выбью. Выбирай! Быстрее, быстрее! Ох, ничего себе. Я тебя почти догнал. Такое имя еще Герман. Сейчас, 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 я тебя поймаю. Почти, почти. Да, блин. Когда он так начинает светиться, нужно уворачиваться от его атак. Буду теперь внимателен. Подхилиюсь немножечко. Ой, я фотик врубил. Опа. Так, догоняем, догоняем, догоняем. Мимо! Получай! Не удалось. Дэш Герман, как личность, ты ноль. Но костюм у тебя классный. Обсудим по крой. Может, позже. Молодец, Человек-паук. Ты узнал о его мотивах? Пытался, но он молчун. И еще ненавидит меня. Да, и не только он один. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. О, таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Ну что, нам... Кажется, у меня появилось свободное время. Может, заняться твою маску поподробнее? О, это Эмжей. Привет, Эмжей. Поздновато ты. Я только что смотрела новости. Похоже, у тебя было веселое приключение с Шокером. Ага, он оказался неожиданно агрессивным. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как насчет услуги? Там маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. Мартин? Уже почти утро. Мистер Ли скоро придет. Надо бы перекусить. С пончиком на крыше. Он мне почему-то Старка напомнил, когда он в пончике пончик ел. Как будто ничего и не бывало. Обычно в это время мистер Ли у себя. Немножечко рубашка помятая. Джинсы тоже. Ну, естественно, это же все в рюкзаке у меня было. Так, Али, на втором этаже Ли. Значит, и я на второй этаж поднимаюсь. Питер! Чем могу помочь? Простите, что отвлекаю, мистер Ли. У меня есть подруга Мэри Джейн, она репортер. Она пишет статью про рынок искусства и нашла вот это. Ей нужно мнение эксперта, а у вас ведь есть диплом. И, возможно, сейчас он впервые мне пригодится. Что ж, показывай. Любопытно. Где она нашла? Я... я точно не знаю. А что, что это? Копия маски из китайской оперы. Давно я таких не видел. Этот знак примерно означает демон. Демон? Мой папа читал мне сказки про духа в таких масках, когда я был маленьким. Я очень боялся. Слушай, Питер, эта маска, она... может быть связана с опасными людьми. Мэри Джейн лучше найти другой сюжет. Думаете, она в опасности? Я не знаю. К чему рисковать? Ну, конечно же, МД никого не послушает. Символ внутри маски означает демон. Мистер Ли здорово испугался. Никогда его таким не видел. Он даже сказал, не стоит в это лезть. Как интересно. Думаешь, мистер Ли знает больше, чем говорит? Нет, больше похоже на какие-то неприятные воспоминания. У него было трудное детство. Ага, понятно. Демоны, значит. Хорошая кличка. Так, я сажусь за статью. До встречи. Меня чувствует, хорошим не кончится. Ну, все прошло почти так, как я надеялся. Блин, прикол, да? Заходил ночь, была. Выхожу уже день. Забавно это все. Я пока не нужен доку в лаборатории. Паучку пора поработать в городе. Может, мы сходим в киношку, я не знаю. Там свободное время, все дела. Ладно, значит, у нас два очка навыков. Я знаю, куда их применить. Итак, костюмы. Костюмы другие у нас не появились? Нет, не появились. Бесплатный костюм у меня. О, новый костюм. О, ничего себе. Ну-ка, что он умеет? Гонка вооружений. Усиленный электромагнитный импульс, оглушающий врагов и выводящий их оружие из строя. Ммм, ничего так. Вроде мощненько. Мне, конечно, нравится вот этот еще костюм. Он такой забавный. Написано, что это костюм бомбический Человек-паук. Выглядит, конечно, очень занятно. Такое ощущение, что не хватило средств на маску. На костюм хватило, а на маску не хватило. Поэтому он надел пакет. Очень классно. Но на самом деле мне нравится больше всего... Ух ты, вот этот костюм я раньше не видел. Очень зачетно. Но мне очень нравится вот этот костюм Железного Человека. Он такой роботизированный. Прям огонь. Смотрится. Ну, на самом деле это не роботизированный. Там просто накладки какие-то пластиковые. И кажется, что он как киборг. Вот такой вот. Но смотрится очень огонь. Прям красота. Пришло время наконец-то прокачать эжекторы паутины. Научный подход. Как звучит-то? И еще у меня появились дроны-пауки, которые автоматически находят цель и обстреливают ее. Но, к сожалению, у меня нет научных жетонов пока что на них. Поэтому ладно, все. Буду бегать в этом костюмчике. Он мне дико нравится. Вновь говорил мистер Ли. Он встревожен. Ты что, ввязался во что-то опасное? О, всего лишь расследование Мэри Джейн. Не волнуйся. Я скажу ей быть осторожной. Прошу, скажи, что вы снова вместе. Мы снова общаемся. Уже что-то. Надеюсь, я не огорчил мистера Ли. Он просто обеспокоен. Меня тронула его забота. Ты ему нравишься. Он восхищен своим стремлением помогать другим. Думаю, ты ему напоминаешь его самого в молодости. Вы оба сироты. Оба очень умные. Да, я тоже им восхищаюсь. У тебя классный босс мой. Я передам ему это. Люблю тебя, Питер. Мэй, как обычно, не вовремя немножечко звонит. Но вроде я справился. Все хорошо. Фух. Я занимаюсь личными делами. Алло? Питер, это доктор Октавиус. Привет, как дела? Каправо, Дексидер присыл на примерку. Я совсем забыл. В смысле, не то, чтобы вообще забыл. Короче, скоро буду. Эти твои опоздания все регулярнее. Хватит уже парки. Давай, соберись. Он прав. Как я мог забыть о времени? Черт. Все, погнали. Погнали. Скорее, Кота. Я здесь, я здесь, я здесь. Я прибежал. Я очень быстрый. В халатике все как надо. Все пучком. Скорее пошли, Кота. Бежим, бежим, бежим. Как она действует? Как настоящая рука. Подумайте, что хотите сделать и... Да. Эй, эй, что вы себе позволяете? Нарушение мер безопасности. Прекратите сейчас же! Это очень хрупкое оборудование. Ну все, я немедленно звоню мэру. Питер Паркер, как твои дела? Помяни черта. Мистер Росбард? О, ну хватит. Сколько мы уже друг друга знаем? Я мистер Мэр. Да Норман, Норман. Норман, что ты, черт возьми, делаешь? В твоем соглашении на грант прописаны меры безопасности. И это не первое нарушение. Нам прощали? Мной. Мы должны были конфисковать все уже давно. Но у меня прорыв. Спасибо, что послужили на благо нашей страны. Эти ребята проводят вас во Скорп Роботикс, где вы получите современный протез. Бесплатно. Дело ведь вовсе не в безопасности, правда? Я пытаюсь помочь, Отто. Ты можешь продолжить работу в безопасном месте. А, во Скорп? Ты всегда очень быстро соображал. Ты совсем не изменился. И ты тоже. Эй, Питер. Гарри возвращается из Европы в начале года. Может, вы наконец-то откроете дело, о котором столько говорили? Это превосходнейший шанс. Тише, тише. Тише. Они же не забрали все. Мы сможем начать заново. Питер. Какое там мы? Без городского гранта я не смогу тебе платить. Мне нужно подумать. На твоем месте я бы искал работу. Ну вот. Меня опять уволили. Что будем теперь делать? Искать новую работу. Хотел бы я помочь Доку. Может, позвонить Гарри? Попросить его поговорить с отцом? Нет. Норман никогда не слушает Гарри. Даже пытался лишить финансирования его станции. Эй, одна из станций совсем близко. Надо узнать, как там дела, пока Гарри в Европе. Какой красивый вид. Должен быть способ помочь Доку. Я что-нибудь придумаю. Наверное, мы на нем и закончим на сегодня. Если тебе понравилось, если ты хочешь увидеть наше продолжение прохождения, подписывайся, ставь лайк, и увидимся в новом ролике. Так что до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok